МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исторического здания, исторического помещения в городе Слободском, знаменитой водонапорной башни Анатолий Принят. Добрый день. Ну и участник, собственно, того проекта, о котором мы сегодня будем говорить. Который оказывает всевозможную поддержку и помощь в осуществлении того начинания, которое обозначилось в последнее время. Хотелось бы поподробнее сегодня поговорить, о чем речь. Давайте мы слушателям просто напомним, чтобы не было путаницы, потому что запуталась даже я, когда поняла, что на следующей неделе вы представляете вот этот обновленный лофт пространства в помещении винного склада. Сколько там корпусов завода Крин? Что это за корпуса? Это один проект или это несколько проектов? Это один собственник или это несколько собственников? Конечно, я понимаю. Или немножечко поближе, да? Почему вы запутались? Потому что территория бывшего Крина занимала целый квартал по адресу Карла Маркса, 18. После того, как завод потерял свои корпуса и часть зданий было выставлено на продажу, как банкротное имущество, его раскупили разные собственники. Я представляю Карла Маркса, 18А, Карла Маркса, 18Б, профсоюзную 58, профсоюзную 60 и профсоюзную 62. Остальные корпуса и жилые дома имеют других собственников. Исторический проект только по адресу Карла Маркса, 18А. Это бывший винный склад и бывшее здание административного завода Крин. Как оно выглядит? Визуально, да, чтобы представить. Оно, это, ну как же вы не знаете, это архитектурная жемчужина, его сложно не заметить. Это красно-белое здание. Непосредственно перекресток Карла Маркса и профсоюзный. Нет, это оно немножко ближе к вам, сюда, к центральной площади. То есть не на самом углу. Там на углу стоит такой более современно выглядящий. Да, да, это тоже один из корпусов Крина, желтое здание. Но оно построено в 50-е, 60-е годы. А это в 1901 году было введено в эксплуатацию. Дори Левуд, революционное. Да. Если можно так сказать. Да, да, да. С чего начиналось? Оно немножко в углу линии находится, но напротив 20 бракосочетаний. Оно находится на красной линии, прямо на красной линии, да. Самое красивое здание на этой улице. Хорошо. Спасибо. У нас еще одна гость, это Ксения Логинова, общественник, да, участник данного проекта. С чего все начиналось? Давайте сейчас потихонечку пойдем. Подбираться будем. Карла Маркса 18. К возникновению идеи, как к этому пришли, как идея созревала. Сначала мы приобрели корпуса, которые внутри во дворе. А этот корпус, он 10 лет оставался заброшенным. Было его жалко. Когда его выставили на торги, мы приняли решение, что мы попробуем его купить. Это какой год был? Это был 2019 год, 2019 год, это еще не было пандемии, не было спецопераций и других моментов. Мы выиграли эти торги, и потом уже началось самое интересное, потому что мы поняли, почему было мало заявок. Мы поняли, почему цена была не очень высокой, потому что... Несмотря на место расположения, да? Да, 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 поскольку здание памятник, это свои сложности и свои затраты понесло. Но сейчас уже можно сказать, что мы справились, несмотря на постоянное повышение цен, какие-то бюрократические припоны, которые в нашем государстве всегда были, есть и, наверное, будут. Мы с Анатолием об этом любим говорить, с Ксенией и другими общественниками, что нам бы хотелось видеть город, страну и планету Земля лучше, чище, красивее. Но кроме того, что нам это хочется, господдержки никакой нет. Анатолий, вы как в этом проекте вообще оказались? Елена, как я понимаю, курирует сами работы непосредственно, а вы как оказались в этом проекте? Как вас вообще занесло туда? Чарушинское здание. В какой-то момент Елена позвала друга посмотреть, что там внутри. Друг позвал меня. Мы собрали большую банду, в том числе Тонсорфест, который кировский. И в процессе общения увидели, что Елена очень заряжена, и там получается что-то прекрасное. Помогали Чемоги и в итоге, в том числе, организовали выставку деревянных наличников, деревянных домов. И вот на первом этаже нам пока, не знаю на какой период, Елена предоставила помещение для небольшого музея. Вот этот вот музей, эти экспозиции, там выставка будет, насколько я понимаю, фотографией, вот эти вот сохранившиеся деревянные здания, вятки, и резные наличники. Они уже стоят? Мы об этом чуть позже расскажем. Елена Кустова, Тонсорфест, к нам по телефону сегодня присоединится. Ксения, как вас занесло туда? Я тоже присоединяюсь. Вы в той самой банде, да? Мы с Ксенией любим одного и того же мужчину. Зовут его? Чарушин. Понятно. Поэтому, в принципе, вся информационная поддержка, какая, возможно, была оказана у ребят потрясающей соцсети в Крине. Там всегда интересно за ними наблюдать. Я даже неоднократно ходила в нашу герцинку, чтобы узнать какие-то факты, потому что на самом деле здание, помимо того, что оно очень красивое, оно, на самом деле, с такой очень благородной историей, которая даже сейчас продолжается. Елена сказала, что здание памятник, и это вносило определенные там коррективы, я так понимаю, что это сделало дороже процесс сам, да, работ, вот, восстановительность. Особый статус какой-то, да? Примерно раз в восемь. Объект культурного наследия... Он выявленный причем, незадолго до того, как начались работы, да? Нет, он, думаю, нет. Ну, давно, он очень давно, годов 70-х, как является объектом культурного наследия. Объект культурного наследия в России, это сразу умножаете смету в шесть-восемь раз в ремонт. То есть это всякий особый допуск, особые подсогласования, определенные конторы, которые могут выполнять работы, определенные материалы и прочие-прочие препоны. То есть ты просто не купишь штукатурку, не намажешь ее, а тебе придется доделать экспертизу, подавать ее на согласование. Согласовать должна определенная компания, у которых есть в штате определенные сотрудники. Во времени все это расширяется, раздвигается, да, все эти согласования. Вообще, идя туда, какие мысли-то у вас были в голове, и как возникли именно эти мысли, что вы там будете делать? Мы думали, что это легче. Просто мы думали легче. А потом в какой-то момент, вот сначала эпидемия, цены выросли, потом спецоперации. На стройматериалы в том числе. Да, на стройматериалы и на рабочих. И потом уже были мысли, что вот уже надо сдаться. В смысле сдаться? Руки опустить. Руки опустить, потому что денег нет, бюджет превышен в два раза ровно. А вы захотели с мыслями именно сохранить это здание и сделать там что-то историческое? Нет, мы захотели с мыслями дать жизнь этому зданию, продолжить его жизнь и богатую историю. Но вот эти вот припоны, о которых Анатолий сказал, они иной раз глупые и вступают в противоречие. Министерство культуры с пожарниками, Министерство охраны памятников со здравым смыслом и так далее бесконечно. Ну, у нас, я помню, был как-то эфир, мы делали его как раз, да, с представителями бизнеса. По-моему, разворот был на бизнес. О том, почему, собственно, бизнес не интересуется зданиями ОКМ, для того, чтобы их, ну, как-то привести в порядок и квартировать там, может быть, даже за небольшие какие-то деньги, да. Потому что это же центр города, это здорово, это твоя репутация как человека или компания, которая восстановила красивый какой-то объект. Люди говорят, это настолько дорого, что, знаете, лучше ангар новый построить где-нибудь на выселках. Да, даже не ангар, а просто обычное здание с нуля построить намного дешевле, чем заниматься, восстанавливать каждый кирпичик, который произведён при Николае II. Там кирпичи старинные, я так понимаю, да? А вы изнутри ведь чистили этот кирпич, насколько я помню, да? Три снаружи чистили, причём не агрессивным пескоструйным способом, а вручную, болгарками, щётками мягкими. Подождите, сколько этажей в здании? Четыре этажа, пять тысяч квадратных метров. Вот, вот, я хотел спросить, да, про площадь, чтобы понимать. Здание огромное и очень всё внутри бережно сделано. А внутри вы все четыре этажа вот так очищали? Да, да. Вручную, да. Сколько ты занял по времени? 1 июня мы получили в прошлом году разрешение, и мы закончили работы, сейчас у нас отделка, мелочи мы доделываем, но чуть меньше года. Я помню, когда только начинался проект, когда уже было понятно, что начнётся реконструкция такая бережная, как вы говорите, Анатолий, по-моему, выкладывал тогда фотографии внутри, я знаю, что общественники периодически там собираются, по-моему, и в эти выходные вы там были. А я люблю, это моя семья теперь, я люблю их. А Анатолий моя младшая сестра его называю, потому что башня слободская чуть-чуть младше Крина. Понятно. Да, если смотреть именно, да, по дате. Отец у них один. Да, 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 да. Я помню, вы тогда выкладывали фотографии вот с этими сводчатыми там и окна такие стрельчатые, и тогда вроде бы спрашивали даже ваших комментаторов в социальных сетях, что можно тут сделать. Там народ писал и гостиницу, и какие-то выставочные пространства, ещё что-то. Что в итоге, на чём остановились? Ну, наверное, расскажут. Я был там буквально на днях, там уже, по-моему, весь третий этаж в арендаторах, второй этаж в арендаторах. То есть там различные фотостудии, IT-компании. Но у меня больше не те, кто туда заехали, а как это сделано, очень сильно впечатлило. Это точно уровень города Кирова. И я думаю, даже вот я бывал... А как объяснить, что это уровень слушателей? Зайти туда, там двери открыты. То есть прямо заходите с улицы Карла Марса, стеклянные двери, там тут же вас встречают наличники, зеркала. Полезься, поднимайтесь, можно прогулять, всё свободно, всё открыто. А, то есть никто не выгонит, да? Никто не выгонит, и просто погулять как по музею, можно сказать. Пока. Спасибо. Ничего себе, да. Ну, я не знаю, я бы так... Я просто делала то, что считала нужным. Я не знаю, какой уровень, это вообще всё субъективно. Хорошо, что там нет как таковой торговли, вот какой-то там типа китайской шайбы, да? То есть всё-таки там подтянулись, по моему запросу, во Вселенную творческие люди. А как, кстати, вы искали арендаторов, действительно? То есть они сами на вас выходили, или вы где-то обиды и не размещали? Я, ну, Анатолий помог. Анатолий помог, да. Вообще общественность помогла, которая привлекла внимание. То есть прямо бросили клич, да? К этому зданию в соцсети, завели соцсети. Там ребята, кому нужно такое классное пространство, да? Кому нужны площади, да, там у нас швейное производство. Тут же, то есть производитель, и он продаёт свою продукцию. Это Латте Китс детская одежда, большой белый зал, 250 квадратных метров. Потом более 200 метров у IT-компании. Им тоже было, они люди интересны, вообще айтишники люди интересны. Им было, они искали помещение, чтобы это было необычно и в историческом обязательно здании. У них был посыл. Айтишники? Айтишники, да. У них это... Вот есть такая фишка, видимо, у людей, чтобы как-то эмоционально подпитываться, да? Мне почему-то всегда казалось, что айтишники должны искать, наоборот, суперсовременное здание под расположение своих компаний. Нет, там ведь всё сделано суперсовременное. То есть огромные прозрачные окна, просто много света, высокие потолки, красный кирпич, много дерева. То есть там... Это современно, стильно сейчас. А я всегда думал, что айтишникам вообще не очень-то и важно, что их окружает, в каком пространстве. Они работают... Не скажите... У них требования очень высокие, очень высокие требования к своему пространству. А так, ну, общепит, немного общепита, вегетарианское кафе готовится к открытию, мексиканское кафе готовится к открытию. Всё это напротив дворца бракосочетания. Невесты ходят в постоянном режиме. Это добавляет некого флёра, потому что там есть макияжные студии и фотостудии. Слушайте, я сейчас подумала, что ваше интерьер, наверное, хорошее место для того, чтобы делать свадебные фотосессии. Вы, по-моему, сказали, что у вас там фото... Постоянно. Постоянно свадебные фотосессии. Какая-то фотосессия. Постоянно. Ксения. Ксения, что-то добавить хотите. Две фотостудии. Две фотостудии. Лайтап и проект СЕР. Ага. Ну, пространство ещё не занятое, да? Не все. Два этажа только занято. Второй, третий, первый этаж, часть цоколя свободная. А я помню, когда только начиналось, вроде бы говорилось о планах завести туда какой-то продуктовый магазин большой. Продуктовый магазин, мы не договорились с ним. Отказались от этой идеи, да? Да, и более того, они ещё меня поругали, пожурили, что я эту инфу вынесла в паблик. Понятно, это была внутренняя информация. Да, это была внутренняя информация, но я человек открытый, возможно, я говорю, что-то не то. Я бы, честно, очень хотел, чтобы там, не знаю, это первый или подвальный этаж, как правильно? Цокольный. Цокольный. Цокольный, да, чтобы заехало какое-нибудь очень хорошее заведение общепиток, какой-нибудь ресторан. Там, потому что просто огромное пространство со сводчатыми потолками, со сводными штуками, очень много ниш. И прямо просится очень хороший, дорогой ресторан, чтобы можно было, когда приезжают гости города, или просто с любимой девушкой, или с детьми, просто выйти туда в гости. В таких местах хочется оставлять деньги. Ага, то есть все-таки ресторан. Я помню, писали в комментариях... Это моя хотелка. ...что было бы здорово, если бы появился там, ну, не знаю, там некий отель или хостел какой-то такой современный. Но я так понимаю, жалко это пространство дробить на маленькие комнаты. Нет, отель, хостел, там еще свои требования, еще свои. То есть это уже, наверное, мимо. Мимо, не хватит. Это надо было сразу закладывать в проект. Требования всевозможные, салпины и так далее. А арендаторы, они имеют право сами доделывать, переделывать? А мы арендаторам уже готовое помещение сдаем. А им остается только... Им остается только привезти мебель, да и то мы им помогаем ее привезти. А мне кажется, что как раз вот то, о чем говорит Володя, доделки-переделки, это, наверное, правилами ОКН запрещено. Нет? Нет? То есть внутренне... Есть ограничения. Есть ограничения. То есть это занесено в перечень того, что охраняется. Если не охраняются внутренние какие-то конструкционные детали, там же все должно быть перечислено. В общем, существует определенный регламент, определенный порядок, которого надо привезти и переживать. Я не договариваюсь с арендаторами, что если им нужен лов, то это сюда. Если им нужен армстронг и гипсокартон, то это... В другое место. Армстронг это потолок. Да-да-да, это потолок, да. И даже мне пришлось выбирать либо деньги, либо чарушин. И я выбрала чарушину, потому что мне пришлось отказать крупному караоке-клубу, который хотел заехать. Но говорит, нафиг мне нужны твои кирпичи, я все равно здесь делаю шумку, шумоизоляцию и все, гипсой закрою. И тут дрогнуло мое сердце, и я сказала твердое нет. Поэтому ждем арендатора другого, которому нужен лофт. А вас как вообще занесло, Елена, вот в эту историю историческую? Да я так... работаю там. Когда вы ощутили, да, эту потребность, или эта потребность была всегда, да, в том, чтобы... То есть вы же сказали, что вы когда вписывались в проект, вы не представляли себе там, да, объем работы, объем расходов. То есть мысли-то изначально были другие, просто привести в порядок внешний вид, чтобы здание... Я, это было так, я была в декрете, у меня маленький ребенок, а собственник, он нанял фирму, подрядчика, субподрядчика и так далее, которые вместо того, чтобы улучшить положение, они его еще ухудшили, но они не могли попасть даже в вентиляционный проход с первого раза, то есть там дун-дун, как будто бы взрывы уже, вот, может быть, спецоперацию ты притянула, это тоже, я думаю. Они там что, ход какой-то они долбили, или что там они... И ход, и все, и что-то мне так стало обидно, и я говорю, давайте-ка мы расстанемся с этими всеми людьми, и будем сами как-то искать людей, действительно, которые могут сделать что-то из этого хорошее. А вы брали какую-то организацию, вот вы говорите, что все это ручной труп, это какие-то проверенные люди, которые памятники безгибаются? Лицезионная организация, это Гефест, она в Нижнем Новгороде находится, много работ, которые делают другие субподрядчики, там по видам работы. Это люди с опытом работы, у них же должен быть еще опыт работы с объектами исторического наследия, насколько я помню, там лицензия какая-то, разрешение. И у них должно быть горячее сердце и горячий взгляд, я считаю, это главное. В этом всем главное заказчик и контроль, чтобы делать все правильно, в принципе, каменщику большой разницы нет, ложить кирпич, там, в 1913-го года выпуска или в 2013-го. То есть главное, чтобы за ним контролировали, и заказчик нормальные четкие требования выставил. И вы контролируете, прям круглосуточно там присутствовать, приходится? Я 14 часов нахожусь на объекте всегда, иногда без западных. В настоящее время там идут у вас работы дополнительные? Заканчиваете еще, да? Мы сейчас делаем парковку, благоустройство делаем. Я очень благодарна кировчанам, которые неравнодушные, они приходят, они благодарят, некоторые ругают, некоторые матерят. А матерят-то за что? Развалили заботу. Уп-та-та-та-та! Это, видимо, просто у людей накопилось, да, общая такая ситуация. Это хорошо, потому что они, по крайней мере, не могут пройти мимо. Неравнодушные? Неравнодушные, да. Многие приносят какие-то вещи с завода, многие рассказывают истории всякие, что вот тут у меня дедушка работал, тут то, все. У нас еще много проектов социальных. Мы недавно, 9 мая, перенесли памятник воинам, заводчанам, которые ушли с Крина на войну и не вернулись. А где он был? На территории где-то находился, да? Там уже он был под угрозой разрушения, и мы его перенесли на Красную линию. То есть прямо на улицу Карла Маркса? Да, прямо к этому зданию. А вы как-то его, вы его реставрировали? Да, он, видимо, не только переносом, но еще как-то. Мы его, да, но мы его подновили, и все, и перенесли. Каких-то косметических работ потребовало. Да, 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 да. Надо будет к вам зайти обязательно. Нет, это отдельный вид удовольствия наблюдать, как Елена работает, она каждого работника подходит, который стоит там, говорит, ну, что стоим-то, пошли, вот у меня есть здесь работка, а вот почему вот здесь вот тут капелька, давайте-ка уберем, вот. И вот мы буквально, когда в последний раз были, нашли пару реперных отметок, они были закрашены. Пару чего, простите? Реперные отметки, это, ну, наверное, Ксюша, точнее. Поясните, по-другому, какой-то специфический термин. Реперные метки, которые ставились в разные времена, по ним, в принципе, делали карты и картографию, то есть каждая точка, какой-то определенный старый дом, на него ставилась тараперная отметка, и по нему была картография, не было же спутников. И, соответственно, от них уже рассчитывается, да, это такая система условных, не знаю, как сделать карту, и, в общем-то... Наших прародидов. На этом здании находятся две отметки, одна дореволюционная, у нас всего в городе, по-моему, их штук 20, и то я, наверное, не все нашла, и уже та, которая была в советское время от НКВД сделана, они были закрашены. И я такая, Елена, говорю, Елена, это такая крутая штука, это классный артефакт, про который можно говорить на экскурсиях. А как выглядит это? Да, это такая железяка. Железяка такая. Я не знала, что это все ценно. Я вообще первый раз слышу. Я просто сразу все закрасила. Вот, и получилось так, что буквально через две минуты Лена сказала, так, идем отмывать, и при мне уже все отмыли. И я такая, блин, круто, что с таким подходом, да, возможно, и не знаю, ну, там, замазали, но это не из-за того, что, ну, в общем... Мне нравится прекрасное отношение, когда до всего можно договориться. Это просто потрясающе. Люди, которые посторонние, которые немножко не в курсе того, как это может выглядеть, они могут сейчас это увидеть, да? То есть на здании прямо с наружной стороны находятся, да? Прямо там где-то табличка, лофт пространства Крин, внизу такая железячка, на ней написано НКВД. Я буквально позавчера, когда там был, стою в скамейке, жду как раз девушек из том, что они ходили за скотчем. Идет девчонка молодая, лет 22-23, она такая идет и... Достает телефон, начинает сервисировать, я стою сбоку, я ушел как бы из кадра, а такая, давно это здание построили? Я такой, ну, лет 110 назад. Вот, блин, а почему они... То есть она была в таком состоянии, что люди, проходя, она местная, она здесь далеко, она просто не обращала внимания. И я потом ей сказал, что можно вот зайти в эту дверь еще посмотреть, погулять. И она вышла только через 20 минут, то есть она обошла все этажи, все посмотрела, с кучей фотографий и все прочее. То есть действительно работа проделана так, что из какого-то заброшенного, непонятного красного здания у нас получилась чередная архивная изюминка города Кирова. Проблема в том, да, что в череде всевозможных дел, забот, мы просто не замечаем. То, что находится рядом с нами, и трудно, трудно очень время найти и выкроить для того, чтобы все это осмотреть, полюбоваться. Ну, у вас будет официальное открытие, я так понимаю, да? 28 мая, Ксения расскажет. В 11 часов мы приглашаем абсолютно всех. А Ксения может, что надо длинуть чуть-чуть от края стола. Да, почему именно в это время, почему 28 числа? То есть вы... Это получается воскресенье. Я понимаю, вы достигли какого-то уже уровня, когда поняли, что можно официально уже презентовать, открывать, да? Вообще нам сказали, что надо лучше 2 июня, когда ретроград на Меркурии закончится. Ой! С астрологией, скажем, да? Да. Мероприятие будет с официальной частью, с торжественной. Думаю, что и ленточку перережем. И вот как при открытии, как это все было... Что и официальных лиц приглашаете? Конечно, официальные лица, министры, все должны быть. Я думаю, может быть, у нас исполняющий обязанности губернатор появится, но вот его надо, видимо, официально как-то лично... Ну, у нас за жизнь открыта, открытая релиза, да, можно написать. Да, это выходной день, но тем не менее у нас будет организована анимация для детей, то есть можно прийти с семьей, детишки там отдохнут, взрослые послушают про памятник, совсем чуть-чуть информации. Мы откроем нашу фотовыставку 99 деревянных домов, мы включим живую музыку специально для всех, напоим чаем, может быть, чем-то еще напоим. В общем-то, это будет такой культурный досуг в приятном месте, и чтобы еще лишний раз обратить внимание на такой памятник, это раз, чтобы никто не боялся их брать. Да, это сложно, но это возможно, и можно сделать так, что не один только Крин будет у нас таким красивым, пусть другие посмотрят. Это, блин, офигеть, четыре этажа здания, они сделаны. То есть у вас 5 тысяч квадратных метров, а ведь у нас огромное количество домов, меньшей площади, которые меньших затрат, может быть, требуют, да? И вот вы просто хотите рассказать, не надо бояться. Во-первых, вдохновит, во-вторых, может кто-то приценится и такой, я возьму здесь на первом этаже себе под что-то. Да, поиск потенциальных партнеров в том числе. И хочется помимо бизнеса привлечь ту же администрацию нашу прекрасную, чтобы она все-таки понимала, насколько это сложно, и всячески взаимодействовала, и помогала нам. Я помню, когда говорили мы про взаимодействие бизнеса, общественников, я не знаю, тех, кто увлечен историческими какими-то вещами и власти, основная претензия у бизнеса по поводу того, почему не берут как раз объекты культурного наследия, либо в аренду, либо не покупают, была даже не в том, что это очень дорого, а была в том, что не помогают власти оформлять бумажки, а вся эта бюрократия, она выматывает. Даже не помогают, а не мешают. Мешают, мешают. Ну да, тут у меня вот как у собственника исторического здания, главное просьба к нему... Есть опыт такой, да? Да, есть такой опыт, к сожалению, или к счастью, не знаю. Главное, чтобы не мешали. Сами все сделаны, но просто не мешайте, и будет уже хорошо этого достаточно. Но, к сожалению, да, некоторые чиновники инициативные, некоторые что-то, какие-то просят свои личные интересы. Кто-то боится, может быть, принять решение. И в итоге, да, часто было часто так, что еще дополнительная сложность появляется, на которой ты часто тратишь время больше, чем на просто реставрацию здания, ее перезапуск, дать ему вторую жизнь. Ты больше тратишь время на походы, даже когда свою водонапорную башню подчалки, это 8,5 месяцев походов, переписок. Во всякие инстанции. Это при том, что ваша башня, по-моему, не ОКЭД. Да, это еще, да, она является выявленным объектом, но несена в реестр, поэтому все гораздо проще. Но это 8,5 месяцев походов. За бумажками. Переписки по почте, то есть началась пандемия, у них карантин, я прихожу, вот мы через окно, вот как с тобой сейчас увидим друг друга, он такой, на почту. Нам нельзя открывать двери. Короче, это абсолютно какая-то глупость. И вот пока Почта России доставит до Слободского, пока и Слободского обратно в Слободской. И у нас три недели туда, три недели обратно, и постоянно еще какие-то непонятные подписи, бумаги. Там же, знаете, когда ходят, просят какой-нибудь документ, ты его делаешь, отправляешь, а пока Почта идет, оно же становится неактуальным, потому что число за прошлый месяц, а им надо под документ, чтобы это был этот месяц. И ты потом в следующий раз гадаешь, чтобы отправить его числа второго, чтобы она в течение месяца... Чтобы успели получить. Чтобы 30-го оно пришло. И вот такие, которые никак не идут на пользу. Они все дебильные какие-то. Я даже не знаю, как это назвать. У нас сегодня такой живой голос у нас прям. Народные мысли, да. Ксения, кого из чиновников приглашаете? У нас, получается, министр по объектам культуры наследия будет. Ага, Михаил Уз, да? Да, и будет... Все, сейчас я забыла. Строи. Руководитель управления. Ага. Иван Строй. Первомайское теруправление. Это Первомайский район. Иван Строй, это управление культуры городское. Нет, Иван Семаков будет из первомастерки. Начальник теруправления Вячеслав Семаков. Да, Сергей. Ну, у нас будут еще бывшие директора завода Крин. Будет председатель ветеранской организации завода Крин. И неравнодушные. Люди в солидном возрасте уже, да. А, слушайте, а ветеранов вы приглашаете, они в каком-то смысле, там, ваша целевая группа? Вы что-то для них хотите потом сделать? Или это просто вы из уважения, скажем так, вы же, как ты там работаешь? Ну, во-первых, мы уважаем старости вообще. Они помнят, как они начинали в этом здании. Безусловно. В далекие годы. В лучшие годы их жизни были связаны с этим зданием. Их оценка для меня лично очень важна. Потому что они очень переживают за этот развал завода. А тут они видят, что здание живет. Пусть и в другом каком-то виде, качестве. Но я думаю, что их обязательно приглашать. Слушайте, а в заводское время в этом корпусе, вот мы начали с этого, да, с того, что кирпичи пришлось очищать. А там что-то вот внутри из исторического было сохранено? То есть вот эти своды, они, я так понимаю, не были зашиты, да, не сохранялись? Но они были зашиты даже иной раз не одним уровнем потолка, а двумя-тремя. И у нас постоянно открывались какие-то новые пространства, новые двери. Капсулу времени нашли заложенную? Да ладно, серьезно? Нет, ее украли, только нашли место у капсулы времени. А так вандалы... Что значит украли? Как это? Ну, здание было заброшенным 10 лет. Из него вырезали весь металл, капсулу времени тоже... Оттуда вообще информация, что там была капсула времени? Это какие-то вы исторические документы подняли, да, заводские? Ксения подняла все документы. Там даже текст есть для потомков написанный, капсула, когда была заложена. И, между прочим, на открытии мы тоже хотим эту капсулу заново заложить. Уже от нас. Миша осталась со всеми болтами, со всей штукой. Да, Миша осталась, мы ее перезаложим. В это же место, она прямо у главного входа. А в каком году-то она была заложена? Просто слушайте вопрос... Удалось узнать, в каком году произошло... Может, десятилетие завода, когда уже из Ленинграда переехали, я сейчас точно не скажу. Просто я почему-то всегда уверена была, что у нас только одна капсула времени, которая была заложена на месте Федоровской церкви, на набережной. Да, я первый раз слышу, что на заводе Крин была капсула времени своя. Да, и это, видимо, такая какая-то традиция, что на многих крупных предприятиях это делалось. Я думаю, мы многого не знаем, потому что, да, это в порядке частной инициативы, и когда это широко не афишировалось, то вполне возможно, что таких объектов еще ой-ой-ой, как много. То есть ему можно на Лепсе поискать, на АвиТеке, может, у них там тоже есть... Главное, не забрасывать, и ничего не придется искать. Да, да? Главное, не забрасывать, не оставлять. А какой текст, кстати, Ксения, был, вы знаете, мы знаем текст. Там такие общепринятые фразы о том, что там живите дружно, но там было типа «сохраните завод», там все прочее, «сохраните целостность», «будьте там счастливы», «здоровы». Ну, такие общие правильные слова. Пятидесятые. В любом случае, это более полувека назад. Да, да, да. Ну, а что, вот если бы сейчас перед нами задача стояла, да, какое-то каковое время заложить, мы безусловно какие-то хорошие вещи писали. Ребята будут закладывать, вы что будете писать? Да, а мы написали, что надо беречь историю, любить родину, родной край. И... Ну, нет, я думаю, что не стоит рассказывать. Да, понятно, понятно. Да, когда вскроют, почитают и перезаложатся. То есть на 50 лет заложено, через 50 лет можно будет... Ну, на 100 мы решили не мелочиться и на 100 заложили. На 100 заложили. А если раньше вскроют, слушайте, любопытные, там как вообще, кто будет оберегать, чтобы не вскрыли? Она же, видимо, здесь будет находиться на территории, да, непосредственно, под вашим присмотром, да, никуда не денется, да. И покуда жив ваш проект, это тоже будет жить, да. Да, маленькая ремарка. Елена сказала, что вынесли все железо, все трубы и батареи, но там остался бак от напорной башни на четвертом этаже. Да, просто было очень трудно добраться, это... Видимо, большой объем какой-то, наверное. Там тоже была водонапорная башня? Там, конечно, да. Водонапорный бак, но он был точно такой же, как на нашей водонапорной башне. В один тот же год сделаны такие же большие клепки, очень толстое железо, все вручную замазано какой-то то ли глиной, то ли какой-то такой штукой. Замазкой какой-то такой, да? Я все хочу как-то обратиться к Лене, чтобы часть бака все-таки забрать к себе туда на башню, чтобы это как выставочный экспонат был. Анатолий на прямую сейчас обращается. А его вывести-то можно оттуда? Ну, часть-то можно вывести. Часть можно вывести, потому что, получается, там переход через чердак, там вообще есть пространство, здание завода Крин перестраивалось несколько раз, и там есть этажи, ты идешь, и там, условно говоря, мезонин, вот эти все... Окошечки. Окошечки и все прочее, а дальше снова стена, и потом следующий мезонин. То есть очень интересно просто даже гулять по зданию, там просто целая эпоха, я так думаю, что она раза три была достроена-подстроена, еще до революции, потому что это изначально же было какое-то другое здание, длинный склад. Да, потом его подделали под... как бы увеличили, а потом еще под завод подделывали, потом еще под один, и то есть это прям наслоение-наслоение, и это прям такая живая история, очень интересно. Такая связь времен, да, реализованная человеческими руками, да, построенная. Убегаем на рекламу сейчас, через минутку вернемся и продолжим. Наши гости Елена Конышева, Ксения Логинова, Анатолий Курбатов. Говорим об историческом издании на Карла Маркса 18А. Лофт пространства в этом издании. Лофт пространства. А как вам самим, кстати, каким термином удобнее, приятнее называть то, что у вас получилось, получается? Ну, лофт пространства. Ну, нет, просто для обычных людей, ну, наверное, как-то непонятно, что такое лофт пространства. Пока не посмотришь, не поймешь. Ну, между собой мы его зовем либо Кринчик, либо Красный Корпус, да. Красный Корпус, либо Кринчик. Не, ну, безусловно, любому жителю, да, тем более в возрасте города, это место абсолютно знакомо написано. Да, Красный Корпус Крин, в принципе, довольно узнаваемое название, и я думаю, что любой, ну, не любой, но большинство жителей поймут, что где Крин был и какое именно красное здание относится к этому. О чем идет речь конкретно, да. Мы сейчас попробуем связаться с Еленой Кустовой, это Том Сойерфест, уже на связи с нами Елена подсказывает звукорежиссер, организатор выставок в здании Крин, которые уже, я понимаю, там появились, да, экспозиции. Нет, выставки подготовлены, напомню, проектом Том Сойерфест на Вятке и Центром Русской Культуры и Письменности Мир, надеюсь, не ошиблась. Елена, добрый день. Добрый день. Выносите уточнение, если я что-то перепутала. Нет, все именно так. Все именно так. Давайте подробнее про выставки. Выставки расположены на первом этаже, как я понимаю, да, на первом этаже, и они уже есть, то есть уже можно заходить и уже можно смотреть. Или еще рано, только после 28-го? Пока еще рано, потому что мы еще в процессе подготовки. Вообще их будет две выставки, они будут в разных залах. Дело в том, что у нас в процессе родилось две разные концепции. У нас вот есть Сережа Русский, который предложил, а давайте вообще сделаем выставку того, что у нас осталось. Вот, это вот как раз будет первый зал, такой наиболее большой, наиболее объемный. Там будут представлены наши 99 домов, они разные. Есть красивые, есть немножко убогие, есть сгоревшие, есть обшитые сайдингом. То есть это такое разнообразие как раз общей картины, да, то, что у нас сейчас есть. Того, что у нас осталось, Елен, простите, конкретизирую. Того, что у нас осталось, это дома, исторические дома деревянные, которые сохранились в нашем городе. И это фотографии, фотовыставка. Да, это фотовыставка. Это именно те дома, которые были построены до революции. Это еще очень важное уточнение, потому что у нас еще есть бараки годов 20-х и 30-х. Это тоже история, но вот эту историю мы не трогали в данном случае. То есть вот первый зал, это фотовыставка Сергея Русских. Сергея Русских, да, это была его инициатива, это была такая его концепция. А вот второй зал у нас родился исходя из того, что мы выиграли президентский грант культурных инициатив, который называется «Деревянные кружевые вятки». И тоже в одном из эфиров мы уже с вами могли речь как раз об этом гранте. И как раз идея этой части выставки, второго нашего зала, это показать не просто деревянные дома, а именно, скажем так, наиболее красивые дома, которые были, но, к сожалению, уже исчезли. Вот мы сейчас открыли для себя, на самом деле, пласт очень интересных домов, которые даже, к сожалению, не попали ни на открытки, ни на другие документы, но они остались, скажем так, в разных фотоархивах. И это будут дома, которые тоже сохранились, но мы, короче, сделаем их в большом формате, чтобы можно было как раз увидеть все их элементы и как раз показать эту красоту, то, что было, то, что осталось. То есть именно самое лучшее в плане резьбы. То есть это тоже фотографии будут? Или это будет и натуральное что-то, в натуральную величину? В натуральную величину тоже будет, потому что мы как раз с ребятами из том, с этого рефеста собираем разные элементы из домов, которые сгорели, или которые пошли под снос. В частности, уже при входе в Крин стоят наши четыре наличника, украшая это здание. Кстати, они очень хорошо вписались там, мне кажется, как раз на фоне кирпичной такой стены смотрятся они тоже как немножко брутальные, я бы сказала. И мы планируем привезти еще один наличник, сделать такую фотозону и также привезем разные деревянные элементы, которые были сняты с разных домов. То есть это даже не только будет город Вятка, в данном случае, да, но элементы будут из Вятки и из нашей области. Были сняты, как-то звучит, двусмысленно, с разрешения были, да? Ну, это, видимо, уже объекты, которые... По договоренности, да. Объекты, которые уже приходили в декорность. Да, конечно. Мы всегда обращаемся в администрацию в этом случае, и, конечно, мы просим официальные бумаги, то есть так просто мы ничего не снимаем, это все только, как говорится, по закону. Елена, как долго будет работать эта выставка, как долго можно будет посмотреть? Или я не знаю, я не знаю, или это к Елене Кодышевой вопросы? Я думаю, да, так сказать, к Елене, потому что эти, в принципе, два зала, они предназначены для, скажем так... Арендаторов. Скажем так, для арендаторов, да, поэтому, я не знаю, может быть, месяц, может быть, два месяца, да, то есть как пройдет. То есть мы, в принципе, готовы, сколько там будет интересно этой выставке быть, то есть оставлять ее, по крайней мере, там до осени, потому что у нас только осенью пойдет уже переносная выставка в других местах, в сентябре, в октябре, поэтому до этого времени, скажем, да, если она может быть, ну, она не может быть. Если возможность будет, то оставите. Да, если будет такая возможность, если вам не появится интересантов на этой площади. Выставка бесплатная? Что-то я не услышала. Нет. Абсолютно вход свободный, да? Я думаю, что нет. Выставка, я думаю, как раз надо детей вести в первую очередь, потому что они должны увидеть вообще, а что такое наш город. Ну и кто-то будет присутствовать, да, кто-то будет присутствовать, объяснять, подсказывать, да, экскурсовод в классическом понимании в каком-то таком. Дело в том, что у нас будет открытие как раз 28 мая, мы всех приглашаем, и, в частности, я предлагаю провести экскурсию как раз по нашей выставке. Я планирую, что, наверное, мы сделаем такие же выходы экскурсионные и уже после открытия. То есть я думаю, что мы будем давать объявления, да, и, скажем, как раз, может, там, в неделю, две недели проводить такие экскурсии по выставке. Ну, или какой-то конкретный день вы определите, да, чтобы все горожане знали, что можно вот в это конкретное время прийти, и там не только можно посмотреть, но и послушать. Да, безусловно, это будет, наверное, интереснее. Да, просто посмотреть можно будет абсолютно в любое время. В любое время. Это постоянно будет открытый зал, там будет сидеть у нас охранник, да, и всех пропускать. Мы не спросили время работы Крида, Красного Корпуса с 10 до 18? Кромлосуточно. В смысле, даже ночью можно туда прийти? Да, да. Это что-то необычное. Конечно, конечно. Как так? Как так? Ну, так... Вот так организовали свою работу, свой график. Искусство должно быть доступно народу в любое время день. Конечно. Понятно. Там, на самом деле, выставочный зал, они прямо находятся у входа, где сидят охранники, и, соответственно, понятно, что каких-нибудь в плохом состоянии людей пускать не будут. Охрана там будет. Люди, которые зайти, хотят посмотреть на красоту даже там... В 11 вечера, например. Да, то я думаю, что никаких проблем не будет. Слушайте, это хорошая тема вообще, на самом деле, для тех, кому гости приезжают из других городов. Я вот жалею сейчас, что мой гость уже уехал, который был в прошлые выходные. Потому что кто приезжает, и у кого, например, есть возможность только вечером, да, поздно сходить. Это вообще прекрасно, мне кажется, сходить и провести такую экскурсию. Небольшую. Спасибо большое. Спасибо за информацию. Спасибо большое. Елена Кустова, с нами на связи была, организатор выставок в здании Крина, Томсуэрфест, проекты и Центр русской культуры и письменности мира. Елену, мы отпускаем, к нашим гостям в студии обращаемся. Пара, тройка минут. Да, у нас еще 2-3 минуты есть. Давайте мы поговорим все-таки о том, а кто помогал вам. Ну вот общественники Анатолий, Ксения, поскольку публично там социальные сети ведут, что-то в них писали, я знаю, что да. А кто-то еще, ну вот Центр мира, еще. Кто к вам вообще подключился в этом? Кому спасибо хотите сказать, в конце концов? Всем жителям города, потому что они проявили интерес к этому зданию и вдохновили меня закончить этот проект до конца, сделать его таким, какой он сейчас есть. Ну по вашим подсчетам, сколько еще времени понадобится, чтобы всю эту площадь охватить? Нет, ну не знаю, месяц, две недели, там остались мелочи совершенные. Все сделано, коммуникации все поменены, интернет заведен, пожарная сигнализация сделана, все сделано. Все крупные работы завершены? Сейчас продолжаются нюансики, тут сюда бочку поставили, здесь стаканчики граненые поставили на входных группах, то есть сейчас интернетчик наполняется, каждую неделю все лучше и лучше. А, подождите, вы там подбираете еще, получается, и какие-то предметы интерьера исходят тоже из исторической какой-то их целесообразности? То есть все личные площадки, все коридоры, даже из туалета сделаны очень четко, с кучей мелких деталей, которые можно ходить и просто рассматривать. Чтобы вы понимали, насколько бережно относились, Елена оставляла там все бочки, которые оставались от заводов, какие-то штучки, там, не знаю, типа скляночек, бутылочек, все-все-все сохранялось. Чтобы сейчас это, да, просто настолько бережно там не каждому кирпичику, а ко всему, что было в этом здании, почти все сохранилось, и все это можно даже увидеть, потому что это все красиво выставлено. Упаковки от инструментов смирения, которые Крин отпускал, то есть все там везде выставлено, и это очень так привлекает внимание. Да, подождите, это прямо выставлено вот там в коридорах, да? Или это равномерно распределено по всей территории? А может, у вас идея есть потом впоследствии какой-то музей там создать еще? Я, лично я против музеев в их первозданном виде. Мне кажется, что сейчас нужно привлекать внимание, вписывая старинные предметы в современный интерьер. Тогда они будут работать и заходить, молодежи. А так, музей, это всегда скучно, это всегда бабушка на стуле, которая спит. А тут все должно жить, кипеть, бурлить и идти дальше в будущее. То есть это просто в коридорах находится? Это две инсталляционные зоны, одна посвящена винному складу, там бочки, которым по 200 лет, которые сделаны без единого гвоздя. Деревянные? Деревянные, да. Кто не видел деревянную бочку вперед? Я вот не видел ее. Молодежь, наверное, уже, да, я тебя видела. Ну да. И вторая зона, это посвящена Крину, где именно... Заводу? Да, заводу, где и коробочки, и часть инструмента. Газета, подшивка газеты «Красный инструментальщик» за 1986 год. Ну да, пользоваться спросом интересно. То есть газету можно прямо полистать? Конечно, да, да, там подшивка газеты, прелистать, прочитать. Там даже стоят стаканы граненые, Елена постоянно ругается. Что ими пользуются. В смысле, из них пьют? Из них пьют, да, и они у меня стоят на выставке, но их нет-нет, да и используют под нужды. Ну это хорошо, это предметы, вписанные в современную жизнь. Которые живут, которые живут, да, они стоят в витрине. Да, да, да. Может быть, кто-то уже обращается к вам за консультациями, то есть своей деятельностью, своей работой. Вы кого-то уже заразили, и кто-то спрашивает совета. Всё впереди. Впереди, да, всё. Я не заразила пока. Просто, да, как принято это говорить, ближе к концу уже программа, да, чтобы эта искорка разгорелась в большой костёр или пламя там. Ну, я думаю, что эта искорка, ну, как бы, хорошо уже горит, потому что у нас уже в этом году даже и гостиницу центральную переименовали в Чарушин, то есть тоже собственники того здания обращают на это внимание. Вот юбилей для Чарушина. Да, недавно конференция прошла, то есть люди как-то потихонечку-потихонечку начинают среди всей суеты брать те вещи, которые действительно важны, то есть какой-то культурный код Кирова, который есть, и по мере сил и своих возможностей их пропагандируют. То есть мне, как собственнику одного издания Чарушина, абсолютно пока всё нравится и устраивает, что происходит. Ну, не прям всё-всё-всё, но динамика очень положительная и очень сильно радует происходящее вокруг. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, да. Ещё раз напоминаю, 28 мая, это выходной день, 11 часов, красный корпус завода Крин, будет торжественное открытие вот этого лофт-пространства, но заходить-то можно уже сейчас. И с детьми можно. И с детьми можно приходить, это самое главное, да. Спасибо нашим гостям, Анатолий Курбатов, Ксения Логинова, Елена Конышева, и мы дневной разворот на этом заканчиваем. До свидания. До свидания.